Первоначально картину «1941. Крылья над Берлином» показали брестским журналистам в преддверии пресс-конференции, на которой создатели фильма и актеры раскрыли подробности съемочного процесса. Производство картины заняло более двух лет. За это время съемочная группа совершила несколько экспедиций в Санкт-Петербург, Москву, Калужскую область. Поездила и по всей Псковщине, но при этом сами съемки заняли лишь 45 дней. Фильм рассказывает о подвиге летчиков 1-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота во главе с полковником Преображенским. То, что сегодня этот фильм и презентация его состоится под открытым днем на площадке Брестской крепости, я считаю, что Брещан сегодня будет очень много. Для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что память Родина, то, что братские отношения легендарной Брестской крепости, которая совсем недавно исполнилась ее основанию 180 лет, это то место, где можно обсуждать и вспоминать, крепить и дружбу, и память тех предков, которые сегодня, слава Богу, мы еще живем в мире. Большая премьера драмы 1941 «Крылья над Берлином» состоялась под открытым небом на священной земле Брестской крепости и собрала порядка 7 тысяч зрителей. Фильмы, снятые на тему «Великое Отечественное», до сих пор цепляют за живое каждого белоруса, так как у каждого из нас был близкий родственник, который оставил жизнь в кровавой бойне тех лет ради мирного будущего. И поэтому узнать благодаря фильму «Крылья над Берлином», что, несмотря на то, как тяжело для Советского Союза, начиналась Великая война, красноармейцы уже тогда, в 1941-м, бомбили столицу Германии. И это вызывает чувство гордости. Я осознавал, что это сложный проект, и историю про дальних летчиков, летчиков дальней авиации давно никто не снимал, наверное, со времен торпедоносцев. Поэтому мне, как режиссеру, и продюсеру в том числе, показалось, что можно снять хорошее историческое, нужное кино. Я думаю, что мы предложили все силы, чтобы кино было зрительским, хорошим, твердым, настоящим. Мне кажется, что мы справились со своей задачей, ну а зритель нас рассудит. Главный герой фильма, актер Сергей Паскипали, сыграет в драме «1941-е «Крылья над Берлином» генерала Семена Жаворонкова. Он постарался по максимуму передать те эмоции, что испытывали все во времена тех страшных событий. Во время Великой Отечественной войны генералы и офицеры рисковали своей жизнью не меньше, чем простые солдаты. Тем более, когда на кону стоит непростая, вместе с тем неординарная операция. Нельзя допустить ни единой ошибки. Сергей Паскипалис и сам присутствовал на премьере. По признанию главного героя фильма он смотрел уже третий раз, но как настоящий профессионал оценивать свою игру со стороны не стал. Лучший комплимент для актера – эмоции зрителей. Я себя оценивать никогда не оцениваю, это уже, наверное, оценивают зрители. Я могу только сказать в целом про фильм, который мне понравился и который действительно такой настоящий, мужской, как я называю, такая эпическая картина получилась. Мне кажется, все равно, как бы я ни старался, все равно в полной мере понять, ощутить, почувствовать, что чувствовали эти люди в то время, невозможно. Ну, наверное, и, наверное, не стоит, иначе будет разрыв сознания. Бюджет киноленты «1941-й крылья над Берлином» составил 7 миллионов рублей, что значительно меньше, чем сегодня тратят на съемки голливудских блокбастеров. И здесь есть существенная разница в духовном наполнении таких фильмов. Если в зарубежных кинокартинах речь идет в основном о вымышленных супергероях, то у нас на передний план практически всегда выходят простые люди, которые в реальной жизни совершили подвиг и на самом деле внесли вклад в будущее своей страны. И фильм «1941-й крылья над Берлином» – прямое тому подтверждение.